Подробности недели. Говорим и показываем главные. Пенсионный фонд. Банкрот? Бюджетная дыра 80 миллиардов. Не сорвут ли вы плоды? С вещами на выход. Показуха или реальная борьба с коррупцией? Громкие аресты. Кто следующий? Бэби-бум в Луганске. Где родить украинца? Приезжают сюда, здесь родили ребенка, получили свидетельство о рождении. Документы, выданные после 21 ноября на территории ЛНР, Украина не признает. И кто наживается на мертвых душах Донбасса? По следам сексуального скандала. Один украинец снял девушку, чтобы заняться сексом, но она оказалась малолетней. За что власти Камбоджи ищут главу парламентского комитета по культуре и духовности? Все ушли в коммуну. Поселки Будущего и Мусоргский для Удою. В плане трезвое состояние у нас штраф минус 33 гривны. Кого в стране не волнуют ни тарифы, ни цены? Все, о чем говорят и спорят. Прямо сейчас. Подробности в неделе. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Согласитесь, главная тема этой недели, конечно же, коррупция. Борьба с ней, наверное, главная, чего весь этот год после Майдана ждал каждый из нас. О том, что будут реальные дела, говорил президент. Ну, помните, мы записывали с ним интервью ровно неделю назад. Ну и в конце концов, новый генеральный прокурор в стране, который настроен очень решительно. Так что не мудрено, что всю неделю страна говорила о громких арестах и громких делах. Новости приходили каждый день. То о нескольких генералах Минобороны, которые украли сокпайки, переданные украинской армией американцами. То о главе госсельхозинспекции. Мол, взяли его. Взяли за взятку в 350 тысяч долларов. Непонятно было только о нынешнем речь или о бывшем. В правительстве то сообщили, то сами же и опровергли. Чиновники в итоге напряглись. Ведь даже директора киевского зоопарка могут поместить за решетку. И не к бывшим подшефнам. Обвиняют его в коррупции. Ну и, конечно же, главный скандал недели. В этот понедельник в парламенте должно было пройти внеочередное заседание. Хотели рассмотреть факты коррупции в правительстве. Аж на 7,5 миллиардов гривен. Факты, о которых заявил глава госфинанспекции. Но вдруг появился другой скандал, который затмил все эти обвинения правительственных чиновников. Обвинения коррупции. Вот это видео, которое мы вам сейчас покажем. Вы помните его. Стало фитом в интернете. Ну, наверняка его уже просмотрели на ютюбе десятки тысяч украинцев. Есть возможность дать картинку? Ну и вот, это арест чиновников в прямом эфире. Вы наверняка помните эту историю, эти кадры. Обсуждали ее с домашними или с коллегами. Главе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бачковскому и его заместителю Василию Стояцкому одели наручники прямо на заседании Кабмина. Их обвиняют в организации коррупционных схем. В частности, в закупке горючего для спасателей по завышенным ценам. Мол, часть этих денег чиновники клали в свой карман. Прятали в офшорах. Ну, вот только самое интересное потом началось. Громкий арест едва не стал звонкой оплюхой милиции. Суд отказался брать Бачковского и Стояцкого под стражу. Несколько дней задержанные провели в СИЗО. И вот накануне состоялось уже новое заседание суда. И на этот раз противоположный вердикт. Бачковский и Стояцкий проведут за решеткой следующие два месяца. Либо внесут залог. 1 миллион 182 тысячи гривен с каждого. Ну, вот мы с вами посмотрели эти кадры, так, как мы делали на этой неделе в интернете, в социальных сетях. И скажу честно, что нельзя отделаться от ощущения некоторой театральности, происходившего вот там, в зале Кабмина. От ощущения, что прокуратуру в этой ситуации просто подставили, когда передали ей совершенно сырые материалы. И от того, что когда народу не могут дать хлеба, предлагают зрелище. Идет ли борьба с коррупцией? Или вот те кадры, которые мы только что видели, это просто пиар? Давайте попробуем разобраться. Попробуем разобраться вместе. К нам в студию только что подъехал адвокат Сергея Бачковского, Игорь Федоренко. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. И на связи с нами должен появиться, скажите мне, пожалуйста, в каком окне Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, человек, который представляет другую сторону в этом процессе. Скажите, а почему вы утверждаете, что в этом деле что-то не так? И что вообще в этом деле не так, по-вашему? Ну, по моему глубокому убеждению, в этом деле все не так. Я согласен с вами по поводу театральности. Я согласен, я хочу сказать, что в этом деле нет ни капли законности. Начиная от задержания и заканчивая теми материалами, которые были предоставлены в суд для того, чтобы людей арестовали. Почему? Закон не разрешает арестовывать в Кабмине? Закон разрешает арестовывать в Кабмине на основании норм Уголовно-профессуального кодекса. Нормы Уголовно-профессуального кодекса говорят о том, что задержать милицию без решения суда может только в одном случае, когда лицо задерживается непосредственно после совершения преступления либо после немедленного присутствия. То есть при преследовании, я прошу прощения. Скажите, то есть это было осознанное неправильное задержание или кто-то ошибку совершил, по-вашему? Я даже не буду этот вопрос обсуждать. Я не хочу говорить, что уважаемые люди, которые арестовывали моего клиента, начальники, руководители следственного управления, главного следственного управления МВД, они совершают такие ошибки. Я думаю, что это было сделано действительно для театральности, но на законность и на соблюдение закона никто просто не смотрел. Громкие политические лозунги и, извините, показуха, она стала важнее, чем норма закона. Это самое страшное. Я еще немножко, если можно, немножко добавлю. Никто не мешал задержать этих людей в Кабмине, если не совершили преступление. Но для этого должно быть определение суда. Кодекс предусматривает возможность получения определения суда о разрешении на задержание до того, как, ну, до вызова, до допроса. Давайте с законностью задержания разберемся. На самом деле, это то вопрос, которым задавался на этой неделе каждый из нас. Можно ли было обойтись без этой театральности? Почему это ощущение возникло? У нас Антон Герасченко на связи есть из Харькова. Напомню, советник министра внутренних дел, близкий его соратник и народный депутат. Вечер добрый. Скажите, пожалуйста, я не знаю, слышали ли вы начало разговора. Вот адвокат, который есть в студии, он действительно сказал фразу, которая у многих из нас возникла. Ощущение некоторой театральности есть от этого задержания. Как вы его прокомментируете и насколько оно было законным? Значит, вы знаете, вы знаете... Да, 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 знаете, я считаю, что Сергея Бочковского и его заместителя Стоецкого нужно немедленно освободить из СИЗО, нужно немедленно сделать его главным защитником по правам человека. Это праведник, это святой человек, который когда приходили фирмы, которые хотели закупать топливо для нужд ГосЧС, они им заявляли, пожалуйста, идите на честный тендер и мы не будем с вами заключать никаких агентских соглашений, по которым вы будете нам платить деньги на наши карточки. Поэтому это святые люди. О том, что из них будут лепить праведников, министр внутренних дел прекрасно понимал. Именно поэтому и надо было задерживать этих высоких людей на заседании Кабмина, чтобы видела вся страна. Для того, чтобы их покровитель, господин Ярема, другом которого является господин Бочковский, не влиял на суды. Однако, как вы видите, влияние было и самое непосредственное. Почему-то вдруг прокурор заявил, что он отзывает свое подозрение. Я хотел бы задать вопрос коллеге адвокату, Может быть, прокурор заявил об этом, потому что материалы были сырые, которые передали прокурору? Вы такое увидели? У меня вопрос к адвокату. Скажите, пожалуйста, когда последний раз вы видели, чтобы прокурор отзывал подозрения до ситуации с Бочковским? Я, например, спрашивал у исследователей, которые десятки лет работают, и они такого не видели никогда. А что вы можете ответить? Это прямая норма закона, которая обязывает прокурора, если он видит, что материал сырой, так делать. Я, честно говоря, первый раз в своей практике встретил такую позицию, хотя я много раз сталкивался, когда уже при слушании простых уголовных дел, которые не связаны с политикой, прокуроры отказываются от обвинения. Дело закрывают. В этом случае я был полностью согласен с мнением прокурора. Я немножко удивился, когда ситуация поменялась на противоположную. Но мне все понятно, почему так произошло. Антон, простите, у меня короткий вопрос, чтобы мы с этой темой закончились. Я действительно благодарен вам, что вы к нам присоединились. Перспектива этого дела. Вот не случится ли так? Я вам искренне скажу. Все настроены на борьбу с коррупцией. Все хотят, чтобы не было коррупционеров. Но все при этом хотят, чтобы дела не разваливались после громких арестов. Перспектива этого дела. Скажите, чем все закончится? Во-первых, я хочу сказать, что далеко не все в Украине хотят реальной борьбы с коррупцией. Арсений Яценюк хочет, Александр Турчинов хочет, Арсен Аваков хочет. Но далеко не все этого хотят. И то, что произошло в Печерском суде, когда прокурор вдруг отозвал свое подозрение, это нонсенс. Я вожу у вас телефончик адвоката и попрошу конкретные мне дать номера дел, по которым он лично видел, чтобы прокуроры забирали свое подозрение на этапе предъявления в суд. А потом опубликую, правда он сказал или ложь, как это я имею возможность делать. Так вот, хочу сказать следующее. Будущее этого дела, это то, что и господин Бочковский, и Стоецкий получат реальные сроки. Когда вчера была сделана нарада в Министерстве внутренних дел, позавчера... Очень большое, Антон, спасибо. Вы же не будем спорить здесь в эфире, сложно технически. Я просто хочу просуммировать. С нами был представитель Министерства внутренних дел, который считает, что все-таки арест был законным. И что те, кто арестован, получат реальные сроки, что это дело имеет судебную перспективу. Прокомментируйте, пожалуйста, что мы закончили. Я хочу, чтобы никто из государственных служащих, в первую очередь, не забывал о презумпции невиновности. О том, кто когда и за что будет сидеть в тюрьме, должен решать суд. При рассмотрении дела, по сути, после вынесения приговора. Когда дело расследовано три дня и допущено все возможные профессиональные нарушения, которые допущены, и говорит, что человек будет сидеть в тюрьме, это как минимум непрофессионально, как максимум давление уже на суд и на следственные органы. Тем более, что следственные органы по какому-то, наверное, потому что кто-то обращался в Генеральную прокуратуру, скажем, не в нарушение, но вопреки определенному сложившемуся порядку следствия, ведет тот же самый МВД, прокуратура не задалась за это дело. Исследователи, которые ведут дело, они в прямой подчиненности от министра. И они не могут поступать по-другому, потому что зависимы по службе от этих людей. Спасибо, ваша позиция понятна. Спасибо, что были в студии. На самом деле, вот то, что происходит с вашим клиентом, это все-таки скандал недели. Нам было важно, если уж не с ним поговорить, то с вами, и услышать позицию МВД. Я предлагаю вам следить за этим делом. Я думаю, что с этого дела... Будем следить, вся Украина сейчас за ним следит. И хочу напомнить, что кадры ареста главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бачковского и его зама, они были на этой неделе не только в украинских медиа, они весь мир облетели и показывали их и в Америке. Ну вот, что там? Поверили ли американцы или все-таки нет? Спросим об этом у нашего вашингтонского сапкора Дмитрия Яловского. Он с нами на прямой связи. Дайте связь, пожалуйста. Дмитрий, тебе слово. Да, Дмитрий, ну, если перефразировать известное выражение, то можно сказать, в принципе, Вашингтон слезам не верит. Вот если бы чиновников сдержали, ну, при каких-то других обстоятельствах, то вот это событие, ну, наверняка не привлекло бы здесь только внимание. Скорее всего, ограничились бы сухим новостным текстом. Но вот об аресте в прямом эфире тут, конечно, говорят многое и не совсем хорошее. Журналисты в выражениях не стесняются. Вот, например, статья в издании «Нью-Йорк Таймс». Журналист называет скрупулезно срежиссированным спектаклем, который был создан с расчетом, ну, как-то драматизировать свежую антикоррупционную кампанию. Авторы этого материала считают, что, ну, действие было направлено прежде всего не на внутреннюю, а на внешнюю аудиторию. Ну, так сказать, на западного зрителя. Мол, такая постановка на экспорт должна убедить Европу и Америку в том, что они не зря кредитуют Украину. А борьба с казнократством прям вот она, вот прямо в ваших экранах в режиме реального времени. По информации сайта одного из самых известных деловых ресурсов Бумберга на этой неделе перепечатали многие солидные газеты и журналы Америки. Его главный смысл сформулирован, ну, в принципе, в заголовке. Он гласит, телевизионные аресты не покончат с коррупцией в Украине. Автор приводит также и опыты других стран, ну, например, Румыния и Польша, которые в 2000-х, надо сказать, широко транслировали показательные аресты разных коррупционеров. Однако, как-то искоренить воровство среди госчиновников, это, ну, просто никак не помогло и только усугубило ситуацию. А вот что должно реально помочь, так это наоборот, заслабление государственного регулирования вкупе с экономическим ростом. Американская пресса в эти дни пишет так. Театр лучше оставить профессионалам, а не политикам и правоохранителям. Дмитрий. Да, Дмитрий, спасибо большое. Ну, Дмитрий Ловский следил за тем, что в этом деле пишет в Вашингтоне. А я хочу напомнить вам итоги опроса общественного мнения. Его делала газета «Зеркало недели». И было это несколько месяцев назад, но данные уж слишком важные. Украинцы спрашивали, какое из ожиданий после победы Майдана было для нас с вами самым главным. И вот большинство людей сказали, первое, привлечение к уголовной ответственности Виктора Януковича и членов его команды. Далее, возвращение в страну активов, которые были украдены Януковичем и компанией. И далее идут резкое снижение уровня коррупции, ну а потом уже повышение пенсии и зарплат. Так что борьба с коррупцией, не зря об этом так много пишут в американской прессе, не зря об этом. Мы с вами на этой неделе так много об этом говорили, спорили, писали в социальных сетях. Все-таки хотелось бы, чтобы все происходило, но, если можно, без театральности. Напомним, что в нашем эфире неделю назад был Николай Градиенко, вот в этой студии, глава государственной финансовой инспекции. И он прямо здесь, в прямом эфире, на ваших глазах рассказал о том, что превратилось буквально в детонатор для всех этих скандалов недели. Так вот, ведомство Градиенко со второй половины 2014 года проверяло финансовую деятельность государственных предприятий и монополий. Это уже замечу при правительстве Яценюка, при новой власти. И выявили, хищение не меньшее, чем во времена Азарова. Ну, вот что сказал в прошлое воскресенье сам Градиенко, когда был здесь. Мы выявили сбытики 7 миллиардов 600 миллионов. 7 миллиардов 600 миллионов гривен. Давайте сфиксирую, огромная сумма, чудовищная. Да, она велика, но я хочу наголосить на то, что она в два раза больше, чем при уряде Януковича Азарова. Тогда было 3,5 миллиарда. Вот, и можно задать самим себе питание, а чему в два раза больше? Я могу просто відповісти, честно стверджую, что стали просто красти, что в два раза больше. В деле об этих хищениях фактически последняя инстанция, генеральная прокуратура и лично генеральный прокурор от воли этого человека будет зависеть, а не утонут ли громкие обвинения в громком же пиаре, будет ли нормальное расследование. И вот, чтобы получить ответ на этот вопрос, мы, услышав заявление о хищениях, здесь, в нашей студии, на этой неделе отправились к самому Виктору Шокину. Одно из первых его больших интервью в новом статусе для подробностей недели. В прессе только и разговоров. В стране новый генпрокурор, который, мол, и действовать обещает по-новому. Пишут о нем много, а вот что сами коллеги говорят. Считают трудоголиком. Рассказывают, в это здание на Лесницкой он приезжает раньше уборщиц. Каждое утро в 7.20 уже на месте. Засиживается допоздна. В качестве допинга признает только черный кофе с корицей. Мол, лучшее средство борьбы с усталостью. Мы встречаемся впервые, и при знакомстве Виктор Шокин производит впечатление человека простого, открытого и готового общаться искренне. А для вас особисто, что ее приоритетом? Треба обовязково завершить все справи майданевские, по-перше. Ставить тут справедливість, что высокопосадовцы, которые скояли, заганебили Украину, которые разворвали Украину, буквально в смысле слова. Я хочу, чтобы эти деньги, которые были вкрадене, были поверены в Украину. Именно это очень много. Мы сейчас придумали законный шлях поверения этих денег. О деньгах Януковича я обязательно спрошу, но чуть позже. Ведь главный вопрос, который привел нас к новому генпрокурору, верить ли заявлениям о коррупции действующей власти? Словам о грандиозных хищениях в правительстве Яценюка. Вы знаете, если абсолютно честно, что сказать, то действительно есть те деньги, которые нужно повернуть, которые вкрала минулая влада. Но те факты, которые сейчас всплывают, они тоже не покоят. В моем эфире, тиждень тому, був голова Держфінэнспекции, и он назвал страшную цифру. Он сказал, что вкрадено 7,5 миллиардов гривен. Чи відомо вам про эти факты? Чи приняла Генеральная прокуратура цю справу до проведения? Так. Это заявка про злочин скоюни, теперешнюю владу, посадовцами, службовыми особами КБТ-министов Украины. В связи с тем, что неможливо, иначе, как следовательным шляхом проверить эти факты, мы внесли до РДР криминальное проведение за фактами зловживания высокопосадовцами КБТ-министов Украины, что привело до тяжких насклик, которые имеются на увазе, что было очень много вкладов вкладывание этих денег. Если эти факты подтверждаются, то, конечно, будет внесено до РДР еще и проведение относительно конкретных людей КБТ-министов Украины. То есть это за фактом, как юристи говорят, но не против кого-то лично? Я имел беседу с этим вопросом с паном Яценюком. Он согласился давать любые показы из этих вопросов, наводить свои думки, свои доказы. И мы надеемся, что будем придать с ним współпроцювать, выясняться буквально все нюансы этих вопросов. На жаль, человек является человеком, и, возможно, есть такие факты, склоняя таких злочиней КБТ-министов Украины. Я вас правильно почувствовал, что для Генеральной прокуратуры, для вас особистое, сейчас нет недоторканных? Ну, справа в том, что первинно закон один при всех. Если мы будем закон принимать только на граждан, так было, на жаль. Было, на жаль, было. Это очень сказано, что, на жаль, было. Такого не будет. Для меня нет недоторканных. Будет это президент Украины, не дай Боже, звичайно, премьер-министр, інша посадовая или государственная особа. Если она склоняя какой-то злочин, который попадает под действие Криминального кодекса Украины, они будут обязательно притягиваться до государности. В этих словах нет преувеличения. О шоке не говорят, дескать, не замечен в чинопочитании. К примеру, даже во времена Кучмы над его рабочим столом не было портрета президента. Лишь фотография детей в рамочке. Так и сейчас, заняв главный кабинет ведомства, генпрокурор не стал менять ничего. Только фотородных на стол поставил. В это здание он пришел 16 лет назад, в 99-м, следователем по особо важным делам. Расследовал преступления Белого Братства и лично допрашивал Марину Цвигун. Именно он в свое время открывал уголовное дело против Алексея Пукача. И даже арестовал его в 2003-м. В генпрокуратуре нам откровенно сказали, Виктор Шокин – человек системы, отлично понимает ее недостатки и слабые места. Именно поэтому сейчас может быть эффективным, расследуя преступления прошлой власти. Чи есть реальная возможность достать этих людей? Наверное, и самого окружающего президента? На жаль, в этом вопросе есть очень много сложностей. Во-первых, если они принимали различные гражданства, в том числе российское гражданство, других государств, то где у нас нет договора про экстрадицию, на жаль, есть такие вопросы. Российских граждан, как я говорю, не выдают. Это определенные важности. Больше того, Интерпол находится, мы поставим заявки через Россию, через Москву, вы все знаете. Но я думаю, даже на это неизваживая, мы сделаем все законы, чтобы люди, которые сквали граждане Украины, или другие, сквали какие-то злочины на территории Украины. И это будет доведено, я это подпишу, что будет доведено, обовязково доведено, чтобы они сквали злочин, и у них есть склад злочин в моих действиях. Я буду делать все необходимое и все возможное, для того, чтобы они были покарены, соответственно, с законом Украины. Мы общались довольно долго. Отвечая на мои вопросы, Виктор Шокин не пытался, что называется, лить воду, или отделаться пустыми словами. Похоже, воспользоваться этим приглашением нам придется еще не раз. В коридорах власти поговаривают, именно из главного кабинета на Резницкой весь этот год стоит ждать громких новостей. Эпоха неприкасаемых закончилась. Ну, еще одна важная тема. Коалиция. А там за показным единством море противоречий и обвинений. Сергей Лещенко, депутат от блока Петра Порошенко, известный журналист, буквально взорвал информационную бомбу. Он обнародовал детали возбужденного в Швейцарии уголовного дела против Николая Мартыненко, одного из самых влиятельных депутатов во фракции Народного фронта и главы парламентского комитета по ТЭК. Мол, Мартыненко под следствием за взяточничество. И об этом открыто пишут в европейской прессе. Ну и другой скандал. Продолжается он вокруг Николая Княжицкого. Этого депутата объявил в розыск Интерпол по обвинению в изнасиловании, которое он якобы совершил в Камбодже. В социальных сетях шутили. Может, все-таки на период расследования Княжицкий перестанет быть главой парламентского комитета по культуре и духовности. Обсудим эту тему прямо сейчас. К нам только что в студию подъехал. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Сергей Каплин, народный депутат. Он тоже член коалиции. Доброго здоровья. Здравствуйте. Скажите, а вот давайте с вашей помощью попробуем разобраться, неужели действительно коалиция сейчас, несмотря на показное единство, все-таки трещит по швам? Главное в этой стране – это простые, обычные граждане. И для них коалиция должна быть единственной. Но она не должна быть единственной только через те, чтобы приховать невероятно много-миллиардную коррупцию от украинского народа. Перше. Друге. Особисто я не дам развалиться коалиции. Я сейчас начал про спилковый тур по всей стране. Я запланировал этого года около тысячи предприятий, на которые я приеду. Я сделаю все, чтобы отродить профспилки. И если нужно профспилки, сотни тысяч, миллионы украинцев прийдут до Верховной Ради, заставят их работать без коррупции, работать быстро, быть единственными. И врятовать краю от войны, от коррупции и начать решения. Сергей, о борьбе с коррупцией как раз. Вот смотрите. Три самые громкие, три самые резонансные коррупционные истории. Первое. То заявление, которое здесь, в этой студии, сделал глава Курсинспекции. 7,5 миллиардов. Должны были в понедельник, насколько я понимаю, делать специальные слушания. Но вот потом возник скандал вокруг главы службы по чрезвычайным ситуациям. Как-то подзабылось это все. В принципе, не подзаботятся, на тормозах не спустят ваши ощущения. Я бы не хотел передавать какие-то ощущения. Простые украинские граждане хотят от нас четкий план. Первое. Я уже зарегистрировал проект постановы в Верховном Совете о создании временной следственной комиссии, чтобы расследовать те заявления, которые сделал господин Гордиенко. Речь идет о почти 8 миллиардах. А я вам открою секрет. Я разговаривал с Гордиенко. Он смело называет цифру 20. Если мы проведем дальнейшее расследование. 20 миллиардов гривен, если копать дальше. Да. Это первое. Я не верю. Я при всем уважении к Шокину. Безусловно, это волевой человек, опытный. Но при этом, при всем, без реформы прокуратуры, я не верю в то, что они проведут надлежащим образом расследование. Второе. Более того, я не верю, что это расследование может провести надлежащим образом Неследство внутренних дел, потому что у них есть прямой, корыстный, политический интерес это спрятать под сукно. Третье. Сегодня у Служб безопасности Украины много других дел, и я не верю в то, что они смогут, осилят это расследование. Поэтому есть только один путь. Это Следственная комиссия в Верховном Совете, но ее могут не проголосовать. И поэтому я начинаю с понедельника, я хочу сделать официальное заявление. Собирать подписи по всей Украине в поддержку этого решения, чтобы заставить Верховный Совет проголосовать. И я приглашаю всех, кто сейчас меня смотрит, подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке. Не исключено, что нам придется прийти под Верховный Совет. Нам, сотням тысяч простых граждан, для того, чтобы заставить Верховный Совет создать комиссию. И мы, молодые депутаты, такие как Береза, другие народные депутаты, в том числе от Свободы, молодые ребята, заставим этот Верховный Совет впервые поставить точку в громких скандальных делах. Сергей, есть еще одно громкое скандальное дело, раз уже в студии, давайте его просто прокомментируем. Я зрителям напомню. Фотография руководителя комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого появилась на сайте Интерпола с указанием, что власти Камбоджи его разыскивают, причем разыскивают, ну, как было написано, у меня здесь есть скриншот, за изнасилование. Ну, правда, вскоре информацию об этом с сайта удалили. Наш корреспондент провел в этой азиатской стране несколько дней, попытался разобраться, а вот что в этом деле правда, а что вымысел? Дети, собирающие мусор, 4G-интернет по всей стране, чахнущие мопеды и элитные автосалоны на каждом углу, шикарные виллы и рестораны с колючей проволокой, напротив лачуг, где местные прямо посреди дороги готовят обед. Еще Камбоджу называют страной одного доллара. Треть людей живет здесь за чертой бедности. За портреты американских президентов тут готовы на многое. И неудивительно, что именно здесь скрываются более ста разыскиваемых интерполом преступников. С наступлением темноты столица страны Пном Пень превращается в один большой ночной клуб, а у входа в бары появляются жрицы любви. Стоит иностранцу только выйти из отеля, как мото-таксисты, по-местному тук-туки сразу предложат подбросить до ближайшего квартала красных фонарей. Секс за деньги или, как здесь говорят, бум-бум, в Камбодже официально запрещен. Но он повсюду. Этот парень гид по секс-услугам. Он сам нашел нас. Попросил называть его Рэмбо. Первый же бар. Юные кмерки обступают со всех сторон. Многим тут явно меньше 18-ти. В маленькой комнате тесняться больше 30 девушек. Делаем вид, что товар нам не понравился. На самом деле, тянем время. Интерпол. Знаешь Интерпол? Интерпол? Да, конечно. Они объявили одного украинца в международный розыск по подозрению в изнасиловании малолетней девушки. А, да, я знаю об этом. Правда? Да. О скандале с украинским нардепом Николаем Княжицким тут говорят многие. Рэмбо дал нам выдержки из местных газет. Объявить главу Украинского комитета по духовности в международный розыск еще 10 марта потребовал муниципальный суд Кномпеня. Один украинец снял девушку, чтобы заняться сексом, но она оказалась малолетней. Потом об этом узнала полиция, и они взялись за это дело. Несколько недель после решения Интерпола об этом трубили все местные СМИ. Где это было? В Сиануквиле, на пляже. Город Сиануквиль на берегу Сиамского залива. Настоящий рай для туристов. Чистые пляжи и девственная природа. Но не только. Отдаленность от столицы и сотни нищих деревень в округе манят извращенцев со всего мира. Снова тук-тук. Очередной гид. Задаем вопрос. Ответ ужасает. Маленькие девочки? Да. Да, можно найти. Эти кадры с улицы Ануквиля. Детей туристам за большие деньги находят местные бандиты. Многих мальчиков и девочек с 6-7 лет родители готовят встречи с дядями, которые принесут доллары. А в городе есть специальные комнаты, где проходят такие встречи. А что тут по поводу полиции? Нет, нет, не волнуйтесь. Если что, я разберусь. Тук-тук обо всем позаботиться. Иногда, правда, секс-гиды сами сдают полиции богатых федофилов. Так случилось с русским любителем детей Александром Трофимовым. Суд дал 15 лет тюрьмы российскому миллионеру. По данным местной полиции, в течение нескольких лет он изнасиловал 17 девочек в возрасте от 6 лет. За извращенный секс платил по тысяче долларов, но потом неожиданно его отпустили в Россию. Местные знают почему. Этот товарищ из России, его ведь посадили, но он заплатил властям и его отпустили. Был еще один русский, ему дали сбежать куда-то в джунгли, и потом он тоже улетел из страны. А скандали с Княжицким тут тоже наслышаны все. Слышал об этой истории об украинце? Да, была полиция, но не переживайте, проблем не будет. Почему Николая Княжицкого объявили в международный розыск, а затем очень быстро убрали с сайта Интерпола? Мы отправили в местные правоохранительные органы и штаб в квартиру Интерпола с десяток запросов. Пытались получить ответы на месте, но пока тишина, что в стране одного доллара, однако, неудивительно. Из Камбоджи Илья Филатов, Оксана Григорьева, подробности недели, телеканал Интер. Ну, я отмечу, что сам Княжицкий, естественно, все отрицает. Версии, правда, все время меняются. То, говорил он о том, что это заказ его бывшего бизнес-партнера. Теперь вот говорил, что это месть за принципиальность. Скажите, а вы как прокомментируете? Я не могу прокомментировать подобных вещей. Если это не правда, мы все должны извиниться перед Княжицким. Если это правда, он заслуживает на то, чтобы ему отрезать одно место. Потому что это репутация нашей страны. Это дорого очень стоит нам. Мы по всему миру сейчас просим оружие, денег, чтобы выжили наши несчастные пенсионеры. Наша молодь, мало майбутнє. А кто-то, извините, своим одним местом псует сегодня репутацию страны. Но я хотел бы еще сказать, что реально важно. Я начал расследование о Бондаренко Игоря Григоровича, который является керевником податкового города Киева. Это человек в прошлом, человек Курченко, который занимался у него кураторством обнавок. Не изменился с этого человека? Он не изменился. Он остался на посаде. Мы провели расследование. Вот невероятно большая схема всего того, что он владеет коррупционными схемами, многих других вещей. У меня есть моя папка, папка Каплина, на эту человеку, я, я припускаю, придбал справку участника АТО. И до этого времени, потому что он мог подпадать под люстрацию, до этого времени находится на этой посаде. Я сделаю все, чтобы раскаленным залезом выкурить его из этой посады. Почему? Потому что основные деньги в Киеве, и вы, дорогие пенсионеры, не получаете зараз пенсии, а стипендии не получают наши студенты. Нет дороги через то, что они просто крадутся. Те 7 и 6 миллиардов, о которых мы говорили, я уверен, мы расследуем эту справу. Я покладу свое життя, но впервые в этой стране за 23 лет мы добьемся, чтобы был ответственный. И это была не какая-то сошка, а это была первая, вторая, третья людина в державе. Сергей, ловлю вас на слове, спасибо, что были в нашей студии. Ну и будем вместе следить за действиями. Спасибо, что были в студии. И за действиями следственной комиссии, которую вы предлагаете создать. Я вам очень прошу мне допомогти. Людей, передо всем, подписывайтесь на мой фейсбук, на мою сторинку. Мы будем формулировать силу, которая сможет Верховную Раду, все-таки принять решение про створение темчасовой службы. Давайте будем надеяться, что не придется людям выходить, что ваши коллеги сами захотят разобраться во всех этих коррупционных историях. Простите, не могу вам дать больше времени, мы идем дальше по эфиру. Я бы накрощил. Сменим тему. Будущие мамы массово уезжают из оккупированного Донбасса. Зачем? Чтобы родить ребенка на территории подконтрольной Украины. Причины. Причины самые разные. Ну, во-первых, кто-то ищет более безопасное место. Но есть и те, их очень много, кто хотят получить украинское свидетельство о рождении для своего малыша. А значит и пособие. Ведь пока что на территории так называемой ЛНР им выдают вот такую бумажку. Да, давайте покажем. Нам передали ее с Донбасса. Бумажка вроде бы и цветная, вроде бы и с печатью, но на самом деле не имеющая никакой юридической силы. Ну, так называемое свидетельство о рождении, которое потом не позволит доказать, что малыш действительно родился и появился на свет. Елена Механик разбиралась во всей этой истории. Документы, выданные после 21 ноября на территории ЛНР, Украина не признает. Это свидетельство, вообще, когда мы до войны выдавали, это образца Украины. И печать ставим тоже. С кирпом. Вот здесь дата выдачи, указывается дата выдачи. Если здесь стоит дата после 21 ноября, оно на территории Украины. Как-то недействительно. Что планируют, те даже едут и регистрировать детей на территорию Украины. От Луганска до Беловодска 90 километров. Именно туда едут через блокпосты не только молодые мамы, но и те, кто готовится ими стать. В этом поселке городского типа находится ближайший роддом. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. У нас уже в два раза больше родов, чем было в прошлом году. В прошлом году на эту дату было на 65 родов, сейчас у нас 110 родов. В связи с известными событиями количество жителей и Беловодского района, и соседних значительно увеличилось за счет приезжих людей, беженцев, которые уехали из территории Луганска. В нашем районе цифра эта возросла на 17 тысяч населения. Папа, сапку снимай. Поздравляю вас. С новыми членами семьи. Вручаю. Принимайте. На эту руку. Вот. Давай, давай. Фоткай. Здесь у нас сейчас идут роды. Это наш первый индивидуальный родильный зал. Нужно сказать, что по цифрам 2014 года 52% наших рожениц это наши гости. Это роженицы, которые не проживали в Беловодском районе. Возникали такие ситуации, когда в день у нас случалось по 3, 4, 5, у нас даже 6 родов. Нам приходилось использовать уже и помещение второго родзала и переносить сюда оборудование, которое мы только что пользовались в соседнем зале. Здесь у нас в послеоперационной палате женщина из Луганска. Девочку зовут Таня, это наша коллега, это медсестра областной луганской больницы. А вы здесь решили рожать почему? Ну, для того, что из-за ситуации нам пришлось пойти на Луганск. Вы как переселенцы? Да, переселенцы. Мы детально не выясняем, с какой целью они к нам приехали и откуда конкретно, и каким путем. Мы оказываем им помощь. Мы фиксируем, что женщина из Луганска. Они хотят иметь гражданское, потому что Украина, они хотят иметь документы официальные Украины, для того, чтобы получать официально в дальнейшем все эти социальные пособия, которые предоставляет именно Украина. Поэтому, да, они приезжают сюда, здесь родили ребенка, получили родительство рождения, вернулись, к сожалению, с ребенком, потому что ехать им больше не будет. Большой наплыв в маленькой райбольницы заставил медиков работать в форс-мажорных обстоятельствах. При этом тут не хватает врачей, лекарств, аппаратуры. И если с медикаментами иногда помогают волонтеры, то с оборудованием совсем туго. У нас есть кювец, 89-го года рождения. Вот он уже такой старенький, но еще рабочий. Большая нужда у нас в аппаратуре дыхательной поддержки, которая используется у недоношенных детей для того, чтобы помогать им дышать. Но даже в таких условиях местные врачи сражаются за каждую жизнь. Война не оставила выборов провинциальной клиники. Это дорога между Беловодском и Лисичанском. Между ними почти 100 километров. В Лисичанске находится клиника, куда можно было бы отправлять новорожденных, родившихся раньше срока или с патологией. Но, во-первых, не на чем. Все реанимобили остались в оккупированном Луганске. А во-вторых, весь асфальт разбит тяжелой техникой. И по нему малышей просто не довести. Елена Механик, Наталья Неделько, Сергей Дубинин. Подробности недели. Телеканал Интер. Проблема серьезная, и давайте прямо сейчас в ней разберемся. В этом нам поможет Геннадий Маскаль, глава Луганской обладминистрации. Он с нами на связи. Геннадий Геннадьевич, вы наверняка вот этот сюжет только что вместе с нами смотрели. В чем ситуация? Те украинские документы, которые существовали уже на территории оккупированных областей, не выдаются. Выдают заменных вот такие вот бумажки. Мне одну из них просто передали. Документ, который явно не признает и никогда не признает Украина. Не получится ли так, что вот сейчас мы увидим эти сотни, может быть, тысячи мертвых душ? Люди, которые родились, но формально для Украины не существуют. Люди, которых, к сожалению, уже нет на этом свете. Но с точки зрения закона они еще живы. Мертвые души, ну так, людина будет де-факто мертва чи жива, а де Юри, ее просто не будет. Бо цей паперец, он не будет ни в государственную статистику идти, он не будет ни где. Тому они друкуют такие доведки на листочку бумаг, паперу. Абсолютно, значит, они не признаются ни в Украине, не признаются ни в других странах. Даже не признаются те же самые России. Кажут, покажи паспорт. Ты громадян Украины, ты маешь мать паспорт громадяна Украины. Вы знаете, тут рядом, около Державной администрации, вот сегодня неделя, значит, десилля, значит, ну, я вам скажу, на этой территории это очень редко можно побачить. Видите, звідки молодята? С Луганской. А че сюда приїхал? А так, свідоство про шлюб, яке нам дадут? Вигляді паперця написано від рукою. Така сама проблема з дипломами, значит, не дають ніяких дипломів. Прослухав курс лекцій у такому-то університеті. Ну, и куда он с этим піде? Ну, чекайте, я тоді вас просто зобов'язаний запитати, як людину, яка у Министерства внутрішніх справ працювала. Чи не может быть эта ситуация, эта наявность мертвых душ, эта наявность подвійных документов, приводом для величезных махинаций? Ну, только уявите, за пенсионеров, которые уже не существуют, могут получать пенсии? Это могут быть сотни людей, тысячи людей? Я считаю, что так. И такие факты уже есть. Сьогодні правоохоронные органи перевірили, кто переїхал, якобы перерегиструвался, згідно закону про вимушенных переселенцев. Ну, 95% этих людей там немає. И даже в улицах таких нема, где они якобы живут. И будинків таких нема, и никто их там не бачит. То есть, кто сегодня гарантует, что эта человек не зарегистрировался, а также липово тут, потом в Черкасске, потом в Львовске, потом в Ивано-Франковске и тому подобное. Такие факты не то, что могут быть. Такие факты уже есть. То есть, есть много, когда люди сгубили документов, выкрали в них, просто выбрали. Значит, и человек легализируется под чужими фамилией, под чужими именем, под чужими документами. Тут это наглядно вам подтвердить СБУ. Кого они находят, находят документы тех людей, которых або уже померли, або в них документы вкрали, которых затримают на территории Украины. Ну, я вас тоже прошу в итоге возьмите це питання на особистый контроль, бо всем здавалась ще гоголівська історія, вона вже в минулому, вона там десь в літературі. Геннадий Маскаль був з нами на связи, спасибо. Ну, і що відбувається з деньгами пенсіонного фонда, і що имав в виду міністр, коли сказав, що пенсіонний фонд банкрот? А ще, є ли у нас шанс вернути деньги Януковича? Все ответы обязательно услышим в этой студії уже в следующем часі, ровно через 11 минут. Пенсіонний фонд банкрот, бюджетная дыра 80 млрд, не сорвут ли выплаты? Читайте, пожалуйста, субтитрую. Тарифная петля, сколько нам придется выложить за квартиру і як экономят европейцы? Вашингтон, Берлин і Лондон, три способы не розориться, заплатив за квартиру. Все станет ясно прямо сейчас. Это подробности недели, мы в прямом эфире, и начнем с очень болезненной и важной темы. Возвращение украденных при прошлой власти денег. Президент Петр Порошенко на этой неделе подписал указ и создал рабочую групу, цель которой как раз и вернуть эти деньги в Украину. А насколько это возможно, узнаем прямо сейчас, к нам гости подъехали. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Да, да, проходите, пожалуйста, в студию. Спасибо, что приехали. Дарья Калинюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции. Здорович. Вечер добрый. И человек, который был в нашей студии, Георгий Башадзе, бывший министр юстиции Грузии. Человек, который очень много помогает нам с реформами и очень болеет за Украину. Спасибо, что приехали. Бывший замминистра юстиции. Бывший замминистра юстиции. Ну, будете когда-нибудь. Будете когда-нибудь. Да. Посмотрим. Хорошо. Давайте с самым важным разберемся. Вот сейчас президент создал рабочую группу. И в том интервью, которое видели наши зрители в начале часа, это было интервью с генеральным прокурором, Виктор Шокин намекнул, что сейчас готовится возвращение денег Януковича. Он не сказал о механизмах, но говорит о том, что вот наконец-то по истечении года, у нас сейчас новый генеральный прокурор, все-таки возможны какие-то сдвижки. Как вам кажется, а в чем проблема? Вот почему весь этот год, у нас был огромный запрос на реформу, огромный запрос на борьбу с коррупцией, почему за весь этот год, огромный срок, деньги Януковича, деньги прошлого власти не вернулись в бюджет? В первую очередь проблема в генеральной прокуратуре Украины и во всей системе правоохранительных органов. К моему убеждению, у нас вообще не существует правоохранительных органов, как они должны быть в западном понимании этого слова. Для того, чтобы вернуть деньги за границей, нужно доказательства, нужно делать расследование, нужно делать криминальное проведение, нужно нормально работать следствие управления Генеральной прокуратуры. За год санкций ЕС не было жодного бенуального висновка передано до суду, ни против Виктора Федоровича Януковича, ни против других начальников попередней влады. Можливо, Виктор Шокин змінить политику прокуратуры. Дуже хотелось бы восприниматься. Но, я еще раз знаю, чтобы вернуть активы и за кордоном, и в Украине активы Януковича, и другие злочинные активы, нужно радикально реформировать всю систему правоохранительных органов и, в первую очередь, Генеральную прокуратуру. Вы знаете, просто есть ощущение, что реформы – это дело достаточно долгое, дело достаточно хлопотное. Реформы – это реформы, но надо реально начинать расследование, надо реально… Уже есть такие механизмы, заложенные в законе, в том числе механизмы, к примеру, которые после нашей рекомендации учли не до конца, но учли все-таки в парламенте. Это в Гражданском кодексе тоже есть, уже конфискация имущества появилась, есть связанные компании, это значит, что если человек виновен коррупции, связанные юрлица с ними, в офшорах, в других государствах уже оттуда можно вернуть деньги. Вот это все уже есть, такие механизмы есть. Это не самое лучшее, еще можно дополнительные механизмы внедрять, но самое главное – реально надо начинать расследование. Это можно по сегодняшнему закону тоже. Кто начнет расследование, тот и вернет деньги Украине. Давайте мы напомним зрителям, просто о каких деньгах речь, если можно, справка. Так сколько украли Януковичи компании за 4 года пребывания у руля страны? Год назад генпрокуратура заявила – 100 миллиардов долларов. Мол, часть из них осела на счетах в европейских банках, а часть в России. Тогдашний генпрокурор Олег Махницкий рассказывал – треть этой суммы, 32 миллиарда долларов, просто вывезли из страны, доверху набив наличными грузовики. Вывозили деньги с начала прошлого года и особенно активно в последние дни президентства Януковича. Таможня давала добро, и грузовики беспрепятственно пересекали государственную границу. Как зарабатывала семья? В основном за счет откатов и тендеров. Заказы от государства получали правильные компании – те, кто вернет откат. Как минимум 40 гривен из каждых 100. Тендеры на госзакупки тоже выигрывали свои. Им государство платило в 10-ро дороже рыночной стоимости. Каким образом семья отмывала деньги? В основном через офшоры. Госслужба финмониторинга обнаружила подставные компании, связанные с бывшим президентом и его окружением. Их регистрировали и на Кипре, и на Сейшелах, в Панаме, Белизе. Оттуда деньги перебрасывали в латвийские банки, а потом возвращали в Украину, скупая облигации внутреннего займа. Ценные бумаги, которые государство обязано выкупить у собственника, заплатив еще и проценты. По этой схеме грязные деньги превращались во вполне легальные. Найти и арестовать удалось лишь 2% украденного. В самой Украине, по данным Виталия Ярема, который тоже возглавлял Генеральную прокуратуру, разыскали 6 миллиардов гривен и почти 2 миллиарда долларов. Это и деньги на банковских счетах, и ценные бумаги, и недвижимость, золото и серебро. Остальное ищут по всему миру, пока не очень успешно. В Швейцарии и Австрии нашли и заморозили 200 миллионов долларов. Вот только как и когда они вернутся в Украину? Большой вопрос. Ну вот смотрите, цифра, которая была озвучена, бывший генеральный прокурор Украины, господин Махницкий, был в этой студии, на вашем месте стоял. Он сказал, что 100 миллиардов долларов, как минимум. К сожалению, пока что эти цифры виртуальные цифры, вот реальные цифры появятся после того, как это все вернется обратно в Украину. Самый главный вопрос, как вернуть их. Как вернуть их, это, как я сказал, есть очень много механизмов. В том числе есть механизм международного сотрудничества. Даже есть компании частные, которые могут помочь государству для того, чтобы вернуть эти награбленные деньги. Есть уже механизмы в законе, которые предусмотрены сейчас. Но самое главное, нужно расследование и нужны обвинения против этих людей, что они были коррумпированы. Если такого обвинения нет, то ничего не пойдет. Скажите, сколько времени, по вашему опыту, по вашему впечатлению, это займет? Потому что деньги твоей стране нужны сейчас. Можно было бы помочь пенсионерам, на самом деле, на самом деле. Давайте скажем, что у нас не должны быть иллюзии, что из-за границы перечислить обратно деньги, это займет не пару месяцев. Намного больше, потому что это процедура. В этом процедуре связаны разные государства участвуют, разные правоохранительные органы, разные судебные системы участвуют. Так что это все другое дело. Но давайте другое посмотрим. Не только за границей, внутри страны сколько надо вернуть обратно государству. Вот вы сказали, 2 миллиарда долларов нашли, или же нашли внутри Украины. Я уверен, что намного больше можно вернуть уйма собственности, которые необоснованно. Были министры, были замминистры, были главы департамента, у которых есть миллионники, которые они построили. В Грузии мы занимались именно этим. Мы вернули за первые два года обратно в бюджет государству миллиард 200 миллионов долларов. А для Грузии это очень большие деньги, 4,5 миллиона населения. Умножить это на 10, можно то же самое сделать в Украине. Вернуть обратно вот эти деньги и имущество государству. Даша, как вы это прокомментируете? Я абсолютно согласна. Потребно найбільш реалистично найти деньги в Украине и активы в Украине. Большинство денег уже за весь этот год, за рік втраченного времени, они были, 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 они уже, где-то сюда, и не в Украине. Но есть активы в виде нерухомостей, в виде каких-то компаний, которые можно было бы конфискувать. Но, снова таки, и для повернения денег в середине государства, и для повернения денег за кордоном нужно делать следствие и расследование. Сколько бы намагалися штурхать Генеральную прокуратуру и другие правоохранные органы делать это неопереджение следствия. Сколько бы мы не населали наших заявок про злочин, публичную доступную информацию, результату не было. И мы пришли в висновку, что просто эта система, она неспроможна, ей нужно радикально реформовать, ламать, створювать национальную департаменту. Не хотели и не могли. Но, если бы захотели, то изменили бы способ, как проводились расследования. Створили бы в Генеральной прокуратуре, был бы створен специальный департамент, который бы занимался покупкой активов, как в Украине, так и в закордоне. Ну, вот теперь смотрите, вот теперь появилась работа группа, созданная президентом. Да, пожалуйста, вы хотели сказать. Нет, я согласен в том, что если бы захотели бы, нашли бы, и если бы захотели бы, реально были бы дела, где уже довели бы эти дела до конца. Не 700 томов, где невозможно найти никаких улик, а реальные улики против реальных лиц, которые грабили эту страну. Вот это надо было обязательно делать. Именно из-за этого, кстати, вот с нашей команды назначили Давида Сапавлевича замок генерального прокурора. Он сейчас хочет создать генеральную инспекцию внутри прокуратуры для того, чтобы расследовать дела прокуроров, которые, как бы, не доводят дела до конца. Это одно, которое самое в коррупции есть. Потому что, если мы это не начнем, есть некая, как бы, система, так сказать, не работает. Спасибо большое. Будем на этом заканчивать. Спасибо, что были в студии. На самом деле, вот когда появился указ президента, сказали, что будут работать над возвращением денег бывшей власти. Важно было узнать, чем займется эта группа и насколько реально это сделать. Спасибо, что были в студии. Спасибо. Был рад нас видеть. Спасибо. Спасибо большое. И мы продолжим еще одна резонансная тема. Тема этой недели. Скандал с убийством капитана СБУ Виктора Манзика под Волновахой. Всю неделю эта история будоражила политическую верхушку. Президент пообещал наказать виновных. Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что банда финансировалась чиновниками Днепропетровской областной администрации. В ответ замглавы Днепропетровской администрации Геннадий Корбан. Помните, потребовал отставки главы спецслужбы. Давайте вспомним все эти заявления. Бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабовали украинцев. Таемно вбивали их. И Виктор не побоялся стати на их шляху. Справа Чехии, именно службы безопасности Украины. Как наиболее довести эту справу до конца. Это единственное организованное злочинное угруппирование. Это единственная банда. И именно она возвращается, а иногда даже получает поддержку. А мы еще и обрунтованно подозриваем финансирование от высокопоставленных споробетников Днепропетровской областной администрации. Хочу заявить, что мы требуем создать следственную комиссию в парламенте для того, чтобы все факты были разобраны досконально по вопросу, чтобы было разбирательство, в том числе судебное, убийство сотрудника СБУ. И мы бы хотели, чтобы именно парламентарии дали оценку тому, как эти события связаны между собой или не связаны между собой. Убийцу сотрудника СБУ задержали. Задержали в пятницу в Закарпатской области. Он планировал сделать фальшивые документы и выехать из Украины. Задержанный Денис Гордеенко. Я напомню, помощник народного депутата Андрея Денисенко. Прямо сейчас мы разберемся в этой истории. Громкой истории. Историей нашумевшей. Историей резонансной. С нами на связи советник главы службы безопасности Украины Маркин Лубкинский. Вечер добрый. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, чтобы поставить крапки над «и», неделя, недельный выпуск, подсумковый, чтобы просто почути, чим закинчится эта история, чим закинчится этот неделю. Гучные заявки, что иного глядача и видела. Гучные звеневачения. Как дальше будет? Правда в том, что очевидно, крапки над «и» у этой истории расставить суд. Зараз крапки над «и» расставляют слідчие Министерства внутренних справ Украины. Служба безопасности Украины выполнила свой обязательный борьбу перед родиною погибшего Виктора Манзика. Это то, что обещал глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в разговоре с Вдовою Катериною. Это, что доручал Службе безопасности президент Украины. Службе безопасности Украины в убийстве Дениса Гордєєва было затримано. Его было затримано с оружием, он переховывался от правоохранных органов. В субботу судом принято решение про запобежный защит для Гордєєва. Это два месяца утримания под вартою. Таким образом, сейчас будут действовать следственные действия, после чего справа перейдет к суду. И, власне, суд расставит все крапки над «и». Яку роль у этой истории, а эта история не имеет никакой политики, это чистый криминал, который отиграл каждый из ее участников. Мы предоставляем на том, чтобы судовое, чтобы сам суд, его перейдет был открытым для общественности, чтобы люди могли видеть и самые свидетельства, и всех участников этого процесса, для того, чтобы ни в кого не было никаких вопросов. Служба безопасности Украины не выполняет жодных замовленств. Мы не работаем в политическом поле. Мы исключительно защищаем право. И в этом поле мы работаем и доведем право до конца. Я хочу зрителям просто сказать, что Маркин Лубкиевский вот с нами сейчас в прямом эфире. Он включается из центра города, от здания СБУ, несмотря на выходной день, несмотря на позднее время он работает. Поэтому у нас возможны определенные проблемы со звуком. Но, тем не менее, очень важную информацию только что мы услышали. У меня есть еще один очень важный вопрос. Пан Лубкиевский, тиждень тому я записывал интервью с президентом Украины. Мы запитали про очень серьезную проблему для телеканалу «Інтер» и не только для нас. Глушилки, наш сигнал глушать, наши новини глушать, для того, чтобы избавить украинцев достоверной информации. И проблема же не только в нас. Небезпеки в том, что любой канал Украины может заглушить, просто вымкнуть из эфиру неведомо кто. Какая у вас есть информация с этого привода? Вы можете как-то прокомментировать те слова, которые нам сказал президент? Во-первых, я хотел бы сказать, что сейчас проходили и еще проходят наради у СБУ, оперативные наради, под головой СБУ Наливайченко, его заступников. Правда, ситуация сейчас непроста. Мы работаем в некоторых направлениях, связанных с борьбой и с террористами, и с диверсийно-розвідувальными группами. Что касается дела, я хотел бы вернуться, если телеглядачи не слышали, хочу еще раз наголосить. Для нас не играют в роли никакие посады, причетность тех или других, или парламенту, или других структур. Правда будет установлена. Что касается глушения телеканалу «Інтер»? Я хочу подтвердить, так и про это поведен и президент Украины, и глава службы безопасности Украины. Правда, у нас уже есть на работе, у нас уже есть затриманный способ, за допомогой которого сделался глушение. Сейчас проводятся следственные действия, и уже ближайшим временем мы поинформуем канал «Інтер» и его глядачей про результаты этой работы. Спасибо, что до нас приедался Маркин Лукивский от здания службы безопасности Украины в самом центре Киева в прямом эфире вместе с нами. Сменим тему. Одной из самых громких новостей сегодня в Фейсбуке стали сообщения волонтеров, которые помогают жителям Донецка и Луганска. Наверняка многие из вас видели эти сообщения, ну люди просто их передавали друг другу. Пишут волонтеры о том, что еда и медикаменты задержаны на блокпосту. И вот прямая цитата. На блокпосту в Волноваке не пропустили, развернули, сказали, в Донецку помощь не нужна. Наш корреспондент Андрей Лащ находится сейчас за линией фронта, вот как раз в Луганске и Донецке. И он своими глазами видел, как выживают люди там. И он точно знает, что помощь нужна. Ну представьте себе, вот как можно выжить в условиях войны за 500 гривен в месяц. Так выглядит пригород. Сам Луганск в дни перемирия оживает. В центре города многолюдно. Где, как ни на базаре, узнать мнение горожан и последние новости, мы идем вдоль сгоревших павильонов на центральный рынок Луганска. И похоже, такая картина никого не удивляет, кроме нас. Горячие пирожки, беляши, чай, кофе. Рынок Луганска, как восточный базар. В ходу разные банкноты, гривны, рубли, доллары и евро. Словом, берут все, лишь бы это были деньги. Называют мультивалютной системой. А вот мужская одежда, с ней, наверное, вообще проблема? Ну вот, все, что есть. Это еще года три назад, как привозила. Три года назад? То есть уже оно не модное? Ну вот, верхний ряд, это точно. Наши луганские носочки. Луганские носочки? Да, 20 деревенных. Замечательные носочки. Берите. Валюту продавцы берут охотно. Курс каждый раз уточняют у старших. Мама, какой курс доллара? 25 на 27. В больших магазинах таких проблем нет. В магазинах, которые работают с мультивалютой, обязательно каждое утро вывешивают свежий курс. Здесь есть рубль, доллар, евро. Но в магазин все-таки местные жители привыкли ходить с гривной. Но даже гривны есть не у всех. Пенсии и социальные выплаты здесь не получали уже 8 месяцев. Продуктовая корзина среднего жителя Луганска – хлеб, крупа и картофель. Как на экскурсию каждый день. В основном смотрю цены. Ну вот беру, вот это вот, здесь надо взять здесь. Потому что печенье дорогое, это дешевле. Подобные объявления в магазинах нередкость. Их вешают рядом с товаром, жизненно необходимым, чтобы люди в панике не раскупили весь товар. Вот здесь написано, более двух единиц в одни руки брать нельзя. Мы попробуем нарушить. Возьмем три пакета, ну и попытаемся их купить. Пакет вам нужен? Нет. Извините, молодой человек, но у нас две единички в руки. Почему? Потому что у нас ограничения. Но главное ограничение здесь – бедность. Я пришла взять, купить соль. Вот мне интересно, почем она? Очень говорят, подорожала. Что вы говорите? Ой, господи, 7,80. Ну что ж, мне даже для меня, я не могу купить две, одну только дайте мне, пожалуйста. Мы сейчас колбасу вообще не берем. Мы сейчас на постном жили, потому что денег нет. Берут любые деньги, сдачу выдают только в гривнах. Все врач-невропатолог, областной полифиннике номер два. Работа есть? Работа в любом случае есть. Работа очень много, персонала не хватает, медикаментов не хватает. Показываем помощь. А почему мы не перебрались? Как мы можем уехать, бросить своих же родных, своих же родственников, соседей, которые могут здесь погибнуть? Это продуктовый рынок Донецка. Сюда люди ходят чаще, чем в магазины. Здесь цены ниже, да и поторговаться можно. Только вот торговые ряды, половина их, сейчас пустуют. Самый дорогой и дефицитный товар мясо. Многие дончане, вегетарианцы поневоле. Те, у кого еще есть деньги, берут кости на суп и жир. Они дешевле. Вот куплю сало. И дальше? Поджарю. Кашу сварю, что в гуманитарке получала. Так сварю. Ну что, поджарю. И вот все вместе и будет истышо. Понял? Или супец какой-то. А на сколько хватит? Вот сын получил 500 рублей. Это надо на месяц протянуть. Затягивать пояса здесь привыкли, но силы на исходе. Ой, Господи, Господи. В Донецке, как и в Луганске, можно расплачиваться любой валютой. Самые желанные банкноты – гривны. Доллар не так популярен. Покупаем в обменнике рубли и возвращаемся на рынок. Вот 105 за 100. Так. Смотрите по-братски. А я вот 200 рублей, правильно? Ко мне лучше. Или у вас нету? Других нету, только рублей. Ну давайте. Так а вот мясо, получается, вы убыток себе у меня продаете? Ну а что делать? Попросили, хорошо отдал я. Как говорится, все мы люди и кушать хотим. Рубль берут неохотно. Установленный курс один к двум. Не соответствует рыночному. К рублям продавцы относятся настороженно. Еще и потому, что боятся фальшивок. Мы, что еще не привыкли. Просто жулики сюда и едят, завозят. Старые бабушек дурить. Бабушки ж не в курсе, что там русские, значит русские. А ей дадут 95-го года, а нам просто попадет. Считайте свои деньги, поймала и выкинула. Но высокие цены и отсутствие денег, и дефицит продуктов в Донецке и Луганске еще готовы терпеть. Только бы не было войны. Ну что же сделаешь? Ну будем мерить, будем выкручиваться, будем стараться выживать. Между собой пускай договариваются, прокращают это все. Все мы равные. И там люди, украинцы, и здесь тоже Украина. Зачем это делать? Друг друга убивать? И в происходящем на востоке страны, прямо сейчас, давайте детальнее разберемся, один из лидеров оппозиционного блока Сергей Левочкин прямо сейчас с нами на связи. Вечер добрый. Добрый вечер, Дмитрий. Скажите, ну вот уже не первую неделю политики спорят о том, как именно должны работать минские соглашения. Одни говорят, что нужно вначале провести выборы, а потом уже выполнять все остальные пункты. Другие говорят, что выборы должны пройти в самом конце, после выполнения всех минских договоренностей. Ну а вы как считаете? Я считаю предельно важным, чтобы Украина выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений и требовала выполнения этих соглашений от других участников. Я убежден в том, что альтернативы минскому процессу нет, и что единственная возможность достигнуть мира – это следовать духу и бутве этих соглашений, которые были подтверждены резолюцией Совета безопасности и Организации объединенных наций. На сегодня наиболее важный этап пройден, на мой взгляд, остановлены прямые военные действия. И дальше нам нужно предпринимать усилия украинской власти, украинским политикам, для того, чтобы те условия, которые заложены в минских соглашениях, были закреплены законодательно и выполнялись исполнительной властью. Подождите, подождите, а в чем проблема-то? Почему буксует выполнение минских соглашений? Почему до сих пор продолжаются эти странные споры? Как их выполнять? Стоит ли вообще выполнять? В Украине, и не только в Украине это не секрет, есть партия войны. Это те силы, которые живут войной и которые, как это ни цинично, зарабатывают на войне. Вот этим людям, все вместе объединившись, участники минских соглашений, должны дать отпор. Потому что военная риторика рано или поздно приводит к военным действиям. А этого больше допустить нельзя. Потому что во время военных действий гибнут люди, страдают самые незащищенные, страдают старики, дети. Жизнь останавливается у людей. Поэтому мы должны не дать возможности возобновления военных действий на территорию Украины. Мы требуем от украинского парламента, чтобы парламент принимал все необходимые решения для имплементации мирного плана. Иначе такой парламент не нужен. И мы должны провести перевыборы парламента, чтобы парламент войны, парламент, голосующий за войну и продуцирующий войну, был заменен на парламент мира, который будет работать на мир, на развитие и на реформы. Мы требуем от всех участников Минских соглашений их безукоснительного выполнения. Мы считаем, что мирный план, который был выработан, он должен быть осуществлен в те сроки, которые были намечены. Это позволит провести в Украине, нормально провести в спокойном режиме выборы в местные советы. Это даст легитимные органы управления на Донбассе. Это даст людям возможность проголосовать и выбрать ту власть, которой она не доверяет. И это сейчас одна из важнейших задач. Давайте откровенно. То, что она важна, это задача сомнений. Ни у кого нет сомнения в другом. А вот как реально провести эти выборы? Как украинские политики могут поехать на Донбасс и агитировать? Как быть, если боевики до сих пор там и уходить же не собираются? Каков может быть реальный механизм? Механизм один. Это украинское законодательство и центральная избирательная комиссия Украины, которая проведет эти выборы и зафиксирует их результаты. Они должны быть свободными, демократическими. И все стороны, которые участвуют в конфликте, должны прогарантировать свободное и демократическое волеизъявление народа Украины, в том числе и наших сограждан, которые живут в Донецке и Луганске. Оппозиционный блок готов участвовать в таких выборах. Мы категорически отбрасываем возможность перенесения сроков этих выборов, потому что строгое исполнение Конституции – это одно из важнейших обязательств власти. Ну, тогда очень простой вопрос возникает. Многие считают, даже послушав вас, будут считать, что выборы – это практически самое главное, что зафиксировано в Минских соглашениях. Но ведь это не совсем так. Так, вот у меня в руках эти соглашения, я специально распечатал 4 страницы, 13 пунктов, и одним из пунктов, вот он, пункт 11, написано, что нужно изменить украинскую конституцию, реформу здесь, конституционную реформу провести. Как, по-вашему, готов ли этот парламент менять основной закон и как его менять? Местные выборы, по нашему мнению, мнению партии оппозиционного блока и фракции оппозиционного блока в парламенте, и эта часть наших предложений, должны проходить уже на новой основе. И это не только новое избирательное законодательство, но это и новая Конституция. Я считаю, что тот период времени, который есть до местных выборов, достаточен для того, чтобы провести конституционную реформу в Украине, с проведением референдума включительно. Мы должны сказать, что Украина унитарна, мы должны сказать, что Украина должна быть децентрализована, то есть власть из Киева должна быть передана в регионы, чтобы люди могли сами управлять своей судьбой. В Киеве должен остаться минимум полномочий, который касается выполнения государственных функций. Все вопросы, касающиеся экономической жизни, должны быть переданы в регионы, чтобы люди сами распоряжались тем, что они зарабатывают. Ну вот такое мнение. Спасибо, что были с нами на связи. Сергей Левочкин, один из лидеров оппозиционного блока. И сменим тему. Тарифы уже послезавтра в Украине подорожает коммуналка. Цифры, которые появятся в платежках, многие ждут с ужасом. Понимаю, что и это еще не предел. Ну, давайте напомним, сколько нам с вами уже в ближайшие дни придется платить? Ценовой взрыв намечен на 1 апреля, и это не шутка. Уже буквально послезавтра, со среды, газ для населения подорожает на 330%. Горячая вода более чем наполовину, 57%. Отопление почти вдвое, здесь рост плюс 72%. Профильные министерства подсчитали, что обогрев одной квартиры в среднем обойдется почти в 1000 гривен в месяц. Электроэнергия уже с 1 апреля подорожает на треть. Потом грядут новые повышения каждые 6 месяцев. И за два ближайших года цена электричества вырастет почти на 400%. Еще через месяц, с 1 мая, подорожает и холодная вода. Рост составит от 4 до 100% в зависимости от финансового состояния водоканала. На сегодняшний день субсидиями пользуются более 1 миллиона 200 тысяч семей. Такую оценку дает министр социальной политики. Сейчас на субсидии могут рассчитывать те, кто за коммуналку будет вынужден платить. Больше 15% дохода семьи. Это те люди, которые уже не могут платить по тарифам, а ведь их еще будут повышать. И повышать серьезно. Эксперты отмечают, что у нас скоро чуть ли не полстраны сядет на субсидии или просто перестанет платить по счетам. Ну и какие тарифы и какие способы сэкономить есть в западных странах. Вот все это выясняли наши зарубежные корреспонденты. Коммуналка в Великобритании. Вопрос выбора. Десятки частных компаний поставляют в ваш дом электричество, газ или воду на рыночных условиях. Конкуренция огромная, поэтому клиент прежде всего. А вот в Соединенных Штатах за потребителем не гоняются. Напоих мигрантов такой, что собственную квартиру не купить дорого. А стоимость аренды в одноэтажной Америке выше небоскребов. Ну а в Германии арендовать дешевле, чего не скажешь о коммуналке. Тепло значит дорого. Почему в квартирах у бережливых немцев никогда не бывает жарко? Сколько раз можно принять душ вместо одной ванной? Зачем выключать свет, выходя из комнаты и прикручивать батареи? Всему этому немцы учат в начальной школе. Как экономить, рассказывают на уроках природоведения, физики и математики. Да-да, математики. С помощью цифр легче всего растолковать. Экономить газ, воду и тепло. Не только правильно, но и выгодно. Не открывать окна и форточки. Уходя из одной комнаты в другую, выключать батареи. В холодное время года ходить по дому не с коротким рукавом, а одеваться теплее. Все это немцы делают на автомате. Коммуналка в стране хоть и доступная, но очень дорогая. При средней зарплате 2,5-3 тысячи евро в месяц на коммунальные услуги нужно отложить несколько сотен. И дороже всего как раз отопление. До 100 евро нужно выложить за тепло, 50 за электричество. А еще вода, плата за поддержание дома и вывоз мусора. Итого в месяц набегает более 200 евро. Немало, поэтому все стараются экономить. Кто не умеет, может проконсультироваться у специалиста. В Германии есть специальные энергосоветники. Они за символическую плату придут домой, все внимательно осмотрят и расскажут, что делается не так. Самый главный совет выключать электроприборы из розеток. Телевизор, принтер, радио, даже если они не работают, но включены в сеть, тянут энергию и деньги. За год набегает сотня евро ни за что. Батареи не следует закрывать стеллажами и шкафами. Если они будут свободны, на обогреве квартиры тоже можно сэкономить около 50 евро в год. Экономия в Германии – дело государственное. Существует целая правительственная программа. Старые дома утепляют, ставят новые окна и системы теплоизоляции. А новые здания уже изначально строят максимально энергоемкими. Есть чему поучиться. А вот в Украине правительство словно надеется, стоит только повысить тарифы и сразу все наладится. Как будто если цены кусаются, то они и экономить научат. Но ведь проблема не только в нас с вами. Треть тепла теряется на пути от котельной до жилого дома. Еще треть уходит через старые стены и окна. И зимой мы не столько свою квартиру, сколько воздух на улице греем. Эксперты уверены, выход один – модернизация и вложение денег в строительство новой системы теплоснабжения. Я думаю, что если мы уберем потери, то мы можем снизить и тарифы. Потому что сегодня это только одна часть решения поднять тарифы, чтобы скомпенсировать свои проблемы. Но вторая часть – это то, что если будет сбережение, ну скажем, будет возможность скамять на разбережение, то они тоже как бы уменьшат затраты для государства, для компаний. И таким образом можно будет и тарифы пересмотреть в сторону уменьшения. В этом убедились те, кто уехал из Украины и живет на Западе. В своем английском доме киевляне Сергея Юлия полностью заменили отопительные приборы, поставили герметичные окна и даже лампочки, только энергосберегающие. Eat or hit – старая английская поговорка, что в переводе означает «либо ешь, либо топи», актуальна в наши дни как никогда. С тех пор, как британцы перестали топить камины и заменили их на более современные котлы или обогреватели. Их приходится включать даже сейчас, когда морозов нет, иначе из-за сырости стены покроются плесенью. Знаменитые лондонские туманы только туристам в радость. Спасает исключительно то, что помогут бесплатно милостью Ее Величества. Мы подписались на проект правительства по утеплению домов, когда бесплатно может приехать машина и заполнить пространство. Между вот этой стеной, если видите, здесь стена, там есть место. Они продряливают дом и заливают специальную пену, которая его утепляет. А вот необходимость экономить воду, когда вся семья, наполнив раковину, умывается и чистит зубы, для Сергея и Юли, как и для остальных британцев, уже не вынужденная необходимость, а скорее дань традициям, которые здесь, как известно, чтут. Такие неудобные и такие же знаменитые английские краны. Один для горячей воды, другой для холодной воды. А на самом деле для экономии. Набираешь раковину и хватает, чтобы умыться или почистить зубы. Американцы над причудами британцев смеются. Мол, какой смысл экономить на воде, если и так все на квартиру уходит? Шутка ли ползарплата отдавать просто за аренду скромной однушки на выселках больших городов? Бывает и больше половины заработанного. При этом система такова. Квартплату тебе в начале года обязательно поднимут. Ну, долларов на 100-150. И приезд дорогой, вот люди и терпят. В Вашингтоне не в центре. Квартира типа студии, где спальня совмещена с кухней, будет стоить как минимум 1200 долларов. Ну, это если повезет. Платить за квартиру стало очень трудно, особенно молодым специалистам. Для многих это настоящая проблема. Американцы готовы делить жилье даже уже когда стали состоявшимися людьми, но пока не завели семью и детей. В принципе, мужчины или женщины, состоящие на госслужбе или в одном из финансовых институтов, в котором около 35 лет, могут спокойно делить небольшой домик с еще четырьмя соседями. Здесь таким никого не удивишь. В других городах ситуация не лучше. Взять хотя бы богемный Нью-Йорк или киношный Лос-Анджелес. Но с такими правилами игры в Америке уже давно смирились. Ведь в США едет так много людей, что всегда найдется тот, кто готов заплатить даже за облачную фортплату. Из Вашингтона, Берлина и Лондона Дмитрий Иловский, Татьяна Лугунова и Оксана Кудеренко. Подробности недели. Телеканал Интер. Я прекрасно понимаю, о чем вы сейчас подумали. Если уж американцы или европейцы с их зарплатами на дороговизну тарифов жалуются, то что уж нам говорить. Ну и в ситуации, когда новых тарифов многие из нас ждут с ужасом и гадают, хватит ли пенсии, чтобы заплатить, появилась еще одна новость. Новость очень тревожная. Мол, пенсионный фонд банкрот. И вот эта фраза, это не слухи, это официальное заявление, которое сделал министр социальной политики Павел Розенко. Вот посмотрите, фрагмент его выступления на Первом национальном. Ну, отверто. Пенсионный фонд сегодня банкрот. И без допомоги державы, эта финансовая институция просто бы не существовала. Она бы обанкротится. Лише держава, вкачивающая туда 80 миллиардов гривен, даёт возможность пенсионному фонду существовать. Ну, на самом деле, информация шокирующая, информация, которая многих напугала, удивила, заставила волноваться, ну, а выплатят ли пенсию завтра? Давайте разберемся. Разберемся прямо сейчас. К нам гости подъехали. Проходите, пожалуйста, в студию. Да, да, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Алексей Зарудный, председатель правления Пенсионного фонда Украины. Вечер добрый. Спасибо, что подъехали. Получим информацию из первых уст. И Вадим Рабинович, народный депутат, представитель оппозиционного блока. Давайте сразу вот оттолкнемся от той фразы, которая была сказана министром. Эта фраза прозвучала в эфире Первого национального. Более того, этот пресс-релиз распространила пресс-службу правительства с фразой «Пенсионный фонд банкрот» и с пояснением «80 миллиардов гривен не хватает». Так что, вы остановите выплату пенсии? Нет, безусловно, выплата пенсии останавливаться не будет. Пенсионный фонд как выполнял, так и будет выполнять свои обязательства перед пенсионерами. Я хочу всех успокоить, наших пенсионеров в этом. И хочу сказать, что буквально на нынешней неделе мы закончили финансирование пенсии марта месяца, 25 числа. На сегодняшний день уже напечатаны ведомости, все выплатные на апрель месяц. Со второго числа мы начнем финансирование пенсии. И с четвертого числа, согласно графику, все пенсионеры будут получать свои пенсии. С апрелем понятно, но если министр сказал об отсутствии 80 миллиардов, насколько я понимаю, это треть всего вашего бюджета. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентября. Получается, денег нет? Значит, бюджет пенсионного фонда сбалансирован таким образом, из разных источников финансирования, в том числе за счет средств государственного бюджета, чтобы мы могли обеспечить выплату пенсии пенсионерам. Однако, проблемы действительно у нас есть. И проблемы эти родились не сегодня в финансовом разбалансированности пенсионной системы. Сегодня действительно 80 миллиардов гривен в течение года финансируют в виде дотации, в виде трансферта бюджета пенсионного фонда. Это правда, 80 миллиардов вам не хватает? 80 миллиардов это те деньги, которые в течение года перечисляет в пенсионный фонд государственный бюджет. Вадим, подождите, то есть государство эти деньги что, напечатает для того, чтобы выплатить? И в итоге еще больше инфляции создаст? Вы знаете, ровно месяц назад стоящий передо мной глава пенсионного фонда провел пресс-конференцию, где сказал, что пенсионного фонда не хватает. 16, 18 миллиардов 995 миллионов. У нас как-то за недельку это до 80 догналось уже. Мы о миллиардах говорим. 18 миллиардов у него был дефицит, за две недели стал 80. Это, скажите, такое задание сделать такой дефицит. Что произошло за две недели такое в 60 миллиардов? И потом нам сказали, мы получим сейчас кредит. Получили 17 миллиардов, сейчас у нас линия открыта кредитная, вот первые пять пришло и больше проблем не будет. Мы получили эту кредитную линию ровно неделю назад, что опять ее проели, пропили. Что происходит? Откуда? Вот стоит передо мной человек. Можете мне ответить на один вопрос? Как у вас на 60 миллиардов увеличивается за неделю это? Ну, давайте разберемся. Значит, я сказал еще раз, 80 миллиардов это государственный бюджет, перечисляет пенсионный фонд. Из них 19 миллиардов это покрытие дефицита пенсионного фонда. И 60 миллиардов это финансирование пенсии по разным пенсионным программам. Это военнослужащие, госслужащие, научные пенсии и так далее. Эти цифры не менялись с начала года, когда был утвержден бюджет пенсионного фонда. И проблема, которая есть, дефицит пенсионного фонда, она родилась не сегодня, не неделю назад, и не в прошлом году, и не в позапрошлом году. Знаете, что я хочу сказать? Я вот послушал, зови моего, я завтра даю депутатский запрос о создании следственной комиссии. Я думаю, что вообще деньги больше давать нельзя, потому что у них если на 60 миллиардов растет за неделю, то они сами не знают, что у них там делается. Сегодня пенсии отдать в руки еще им и бедных пенсионеров, мы погибнем. Сегодня практически в стране нет правительства, остались группы поинтересов, доедающие страну, каждый на своем вверенном ему участке. Сегодня должны быть следственные комиссии созданы по тому, что сказал нам глава финанс-спекции о 70 миллиардах. Тишина. Пенсионный фонд 80 миллиардов за неделю вырастет. Тишина. Поэтому нам больше нельзя им в руки деньги давать. Уже люди, откроем давайте глаза. Уже все это понимают. Я когда мне в ваших стен разговариваю даже со своими коллегами, они уже знают, крах наступает этой системы. Этого правительства. Сегодня надо начать освобождение Украины, убирать это правительство. Надо экономически освободить нашу страну от вот этих бездарностей, которые такое творят. И что мы сейчас рассказываем. Вот было 28-38. Люди не получают пенсии. Мы это знаем. Вы это знаете, что люди пенсии не получают? Люди пенсии получат, я ответственно. Да давайте вы со мной поедете в Харьков. Давайте поедем. Завтра мы с вами, давайте, сядем и поедем. Давайте поедем. Я прошу, уважаемые, визави, разобраться в тех цифрах, значит, о которых он говорит, и говорить взвешенно и сознательно. Значит, прежде чем о чем-то делать заявление, я думаю, надо разобраться в этих вопросах. Я еще раз хочу сказать, что проблемы действительно существуют. Мы сегодня о них говорим открыто. Простите, скажите мне, вот люди нас слушают сейчас, они в цифрах запутались, честное слово. У всех самый главный вопрос. Сказали о дефиците, пенсии будут? Пенсии будут. Я еще раз говорю, пенсии были. Осенью тоже будут. Есть и будут. И осенью будут пенсии, и летом, и весной пенсии будут согласно графику. Это если вам 80 миллиардов даст государство, правильно? Я вас прошу, вы давайте разберемся. Я задаю вам простой вопрос. Вы только что сказали, пенсии будут, если вам 80 миллиардов даст государство. Послушайте, а эти деньги что, допечатают? Опять инфляция будет? Нет, эти деньги не допечатают. Эти деньги закладываются в государственном бюджете, при утверждении государственного бюджета. И вы это прекрасно знаете. Что так было и в этом году, и все предыдущие годы. И проблема дефицита пенсионного фонда, она возникла не сегодня. Она досталась нам от предыдущих правительств. Хорошо, давайте прервемся на минуту, посмотрим, как вот сейчас люди живут на те деньги, которые они получают в качестве пенсии. На этом отдаленном хуторе в Черниговской области поселились художники, музыканты и режиссеры. Они выращивают фрукты, овощи, разводят животных, в общем, обеспечивают себя всем необходимым. А поэтому не боятся ни бедности, ни кризиса. Это основатель поселения творческих людей, режиссер и путешественник Леонид Кантер. Уже 7 лет живет вне кризисов, курсов валют и растущих тарифов. Потрібно зрозуміти, что у тебя уже, наверное, есть миллион долларов. Поверить в это нужно, что у тебя уже он есть. Все, теперь что ты будешь делать в жизни? О, ну, с миллионом баксов я не знаю. Давайте подумаем сейчас. Ну, что? Что бы ты начал? Я поехал куда-то. Подорожевать. Это первая сторона монеты. А теперь другая сторона, когда ты уже не подорожевался, а бы так наездивался, а бы так уже все края на свете побачивали. Дальше. Поехал бы где-то в лесу жить. Купил бы хацу на березе, океану, озеро, в горах, в лесе. Ну, по-любому, что-то такое. Правильно? Хуторочек какой-то такой. Вот. С тех пор сплошная капуста и перфомансы в огороде. Сельскохозяйственная поэтизированная ассоциация развития трудовой активности, сокращенно «Спартов». В действительно спартанских условиях тут постоянно живет несколько десяток человек. Это терем, да, талантливых естественно научных разработок, единая мастерская. Это место работы повара, здесь место обеда. Вот бойцы, бойцы приехали, значит, обедают. Четко выверенная система ценностей на почетном месте. Посмотрел на пирамиду и все понял. Организаторы, они ведут здоровый образ жизни, бегают, стихи пишут, там совершенствуются, есть там разные методики. Вот. А все остальные приходят хотя бы с уровня личная я в курс. За нетрезвое состояние у нас штраф минус 33 гривны. В связи с повышением курса штрафы не повышали. Тут нема штрафов. Вы можете себя знищивать так загодно, а быть, какие не заважали вы иншим при этом. В мастерском хуторе все проще. Пить и курить можно, главное другим не мешать. Архитектурный ансамбль садовых строений венчает сцена. На этой сцене уже выступало очень много прекрасных людей, прекрасных музыкантов. Вот Диля, вы знаете, недиля гурт. А Диля, да? Да, Мирослав Кувалдин приезжал сюда. Это дочери Леонида, Магда и младшенькая Патагония. Скажем, мне 24 с подогонами. Родилась во время путешествия автостопом по Южной Америке. Вот и назвали в честь страны. Вот это у нас, так бы говорить, детская территория. Потому что дети, они имеют такую властивость, как и коты, заселять весь простор, где они есть. Поэтому для них окремый простор. В Спарте, напротив, детей нет, только взрослые. Основа хозяйства – молочная ферма. Дуэт коров варят сыр. Иногда продают телят. Но только в хорошие руки. Это мы давали еще всего сутки. Мы в обмен на молоко, и все, что к молоку добавляется, то мы закупаем часть кормов, сено, если не успеем накосить. Секрет хорошего надоя – композиции Мусоргского. Классическая музыка, она повышает уровень устойчивости нервной системы у владельцев, так сказать, у организаторов и у коровок. В Мистецкому хуторе сейчас готовятся к посевной, а в творческих планах – создание сада поверженных илечей. В Спарте тем временем учатся петь и писать стихи – это обязательная программа. А вот о политике здесь особо не говорят. На все поселение один телевизор, да и тот еле дышит. Компьютеров нет вовсе. И в неведении их счастье. Обычные люди, они расхлебывают то, что мафиозники взяли, пытаются столкнуть одних с другими. Настоящие люди, они во всех странах объединяются. Здесь, по-моему, нет границ. Вот весь хороший человек, например, Володя Высоцкий, то его уважают везде, да. Например, Жанна Дарк. Жители Мистецкого хутора наоборот – политически активны. Они не пытаются бежать от реальности. Леонид Кантер недавно снял документальный фильм о киборгах. Сам был в Донецком аэропорту. Хуторяне активно блогерствуют и фейсбучатся. Намагаюся не втрачать связок с реальностью. То есть, он существует. Причем реальность, она для каждого в его межах, например. У меня много друзей в других странах. Я знаю, что война в этот же час 1400 километров идет между Ассис и Курдистаном. У меня есть друг в Курдистане, например. Но сейчас самое главное событие для хуторян – грядущая пассивная. А значит, внешний мир пока подождет. Руслан Смещук, Иван Нашкиндр, Лидия Калинина, Евгений Каминский, Александр Яновский. Подробности недели – телеканал «Интер». Ну вот смотрите, что происходит. Люди альтернативную такую реальность для себя создают. Помните, когда-то в учебниках было про натуральное хозяйство, про прошлые века. Но вот сейчас все больше натуральным хозяйством живут. Вадим, а о чем это говорит? Как вам этот сюжет? Я смотрю, вы так скептически и с улыбкой скептически на это смотрели. Мне стыдно немножко смотреть на все. Не удастся им нам всю страну вогнать нашу, заниматься натуральным хозяйством. Я думаю, что все же пройдет очень короткий промежуток времени. И вот эти все экономические бездарности уйдут. Ответят все по закону. Уже не как было за 23 года. Я еще раз повторяю и хочу повторить, чтобы все услышали. Ровно месяц назад глава пенсийного фонда сказал, я цитирую, значит, дефицит бюджету пенсийного фонда 19 миллиардов. Сегодня 80. Так вот я хочу вам сказать, мы не дадим им украсить и 60 миллиардов. Мы не дадим им остановить выплаты пенсий. А они пусть готовятся к проверке и к дальнейшему отправку они знают куда. Это я вам гарантирую. Это не совсем правда. Значит, я подтверждаю. Если ты 19, 60 это финансирование из государственного бюджета, значит, это первое. Но самое главное, я еще раз просто хочу сказать, что наши пенсионеры свои пенсии получат, несмотря на те панические настроения, которые вокруг этого пытаются поднять. И хочу сказать еще одно. Сегодня открыто правительство говорит о тех проблемах, которые есть в пенсионной реформе. Есть в пенсионной системе, в том числе о дефиците бюджета пенсионного фонда. Впервые это правительство начало делать реальные шаги по исправлению этой ситуации и по ограничению специальных пенсий по различным законам, госслужащим, прокурорам и так далее. Да, я закончил, минуточку. И по снижению ставки единого социального взноса, чтобы легализировать зарплату, за счет которой пополняется пенсионный фонд. Сегодня разработан комплексный законопроект, который решает проблемы финансовой сбалансированности пенсионного фонда. Я надеюсь, когда он будет в зале, мы сможем подискутировать на эту тему достаточно детально. И я надеюсь, что будут поддержаны те предложения, которые ведут к реальному обеспечению финансовой стабильности пенсионной системы. И еще раз, пенсионеры свои пенсии получат. Алексей, это важно. Я благодарен, что вы пришли, это сказали, успокоили людей, потому что после заявления господина Розенко о том, что пенсионный фонд банкрот, очень много волнений, очень много переживаний. Скажите мне, вот вы говорите, люди пенсии получат. Один из самых знаменитых пенсионеров, Николай Азаров, я напомню зрителям просто, в придачу к зарплате депутата, а позже и премьер-министр, он получал солидную пенсию. Вот в МВД у меня есть справка, установили, что сверхположенного Азарову незаконно начисляли надбавку, и таким образом сбежавший чиновник в период с 2008 по 2014 дополнительно положил в карман почти 600 тысяч гривен. И вот в МВД говорят, что к преступной схеме причастны, в частности, и чиновники пенсионного фонда. Вы можете это прокомментировать? И скажите, а вот до сих пор бывший премьер получает пенсию в Украине? Могу прокомментировать. Бывший премьер пенсию не получает. Там действительно ведется сейчас следствие по этому вопросу. Однако на сегодняшний день, я еще раз говорю, пенсию этот человек не получает, как и другие чиновники бывшего правительства, которые сейчас отсутствуют в Украине. Януковичу Украина пенсию тоже не платит? Нет, не платит. Таким были подробности недели на этой неделе. Спасибо большое, что были с нами. Ну и ровно через 7 дней, в следующее воскресенье, мы опять поговорим обо всем, о чем мы будем в эти дни говорить и спорить.